Всем привет, дамы и господа, вы находитесь на YouTube-канале Боттербин. Сегодня я хочу рассказать вам про саранчу, они же акриды. Что в переводе с греческого акридис означает саранча. Это собирательное название для нескольких видов, принадлежащих к семейству настоящих саранчовых акриде. Их близкие родственники, кузнечики и сверчки. Саранча существует в двух фазах, одиночной и статной. Причем стаи насчитывают миллионы особей. На счету саранчи есть даже рекорд книги рекордов Гиннессов. В книгу рекордов Гиннесса попал рой саранчи скалистых гор Меланопус Спаретус, опустошивший в 1875 году многие районы Соединенных Штатов и Канады. По некоторым оценкам он весил 27,5 миллиона тонн и состоял из 12,5 умноженных на 1012 насекомых, Вы представляете, какая это огромная цифра? Распахивая земли американцам каким-то непостижимым образом, свою саранчу удалось истребить. И теперь в Северной Америке эти насекомые не водятся, как и в Антарктиде. А на остальных континентах они есть. В семействе акрида более 10 тысяч видов, но в пищу употребляют преимущественно перелетную саранчу Лакоста магритория, распространенную в Африке, Азии, Австралии, Новой Зеландии и даже в Европе. Пустынную саранчу, Схиторека грегария, Африка, Азии и Ближний Восток, Бурую саранчу, Лакостана пардалина и Красную саранчу, Номадакрис спепфантиата, обитающую к югу от Сахары. Энтомофаги Востока и Запада Это люди, которые употребляют себе в пищу саранчу. Чтобы есть насекомых, нужны привычка и определенная культурная традиция. В жарких странах их потребляют с незапамятных времен, поскольку там они крупны и изобильны. В списке самых поедаемых насекомых саранча вместе со сверчаками и кузнечиками занимает четвертое место, уступая жукам, бабочкам и перепончатокрылым. К последним относятся осы, пчелы и муравьи. Она даже в Библии упомянута как разрешенный к потреблению продукт, если саранчу в нашем понимании можно назвать продуктом. Но тем не менее, в то время, да и в настоящее время, в некоторых регионах люди употребляют акрит или саранчу до сих пор. Во II веке до н.э. Диодор Сицилийский назвал людей из Эфиопии акридофагами, то есть пожирателями саранчи. Для кочевников Северной Африки рои саранчи были не бедствием, а радостью. Они ее варили и ели, а оставшихся насекомых высушивали на солнце и толкли в муку. Саранча – это съедобные насекомые. Несколько культур по всему миру потребляют насекомых, и саранча считается деликатесом и употребляется во многих африканских, ближневосточных и азиатских странах. Они использовались в качестве еды на протяжении всей истории. Их можно готовить разными способами, но часто жарят, коптят или сушат. Библия описывает, что Иоанн Креститель и ел саранчу и дикий мед, а в переводе на греческий – акридес кайнели акватов, романтизированный акридес кайнели, акрион – живя в пустыне. Предпринимались попытки объяснить саранчу как некоторую аскетическую вегетарианскую пищу, такую как рожковая фасоль. Но осталось простое определение акридов – насекомое. Тора, хотя запрещая использование большинства насекомых как продукты питания, позволяет потребление определенной саранчи. В частности, красный, желтый, пятнистый, серый и белый считаются допустимыми. В исламской юриспруденции есть саранчу считается халяльной. Исламский пророк Мухаммед, как сообщалось, съел саранчу во время военного рейда со своими спутниками. Саранчу едят на Аравийском полуострове, в том числе в Саудовской Аравии, где потребление саранчи резко возросло по Рамадану, особенно в регионе Аль-Касим в 2014 году, так как многие саудовцы считают, что есть здоровую пищу. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии предупредило, что пестициды, которые они использовали против саранчи, сделали их небезопасными. Йеменцы также потребляют саранчу и выражают недовольство по поводу планов правительства использовать пестициды для контроля над саранчой. Абд Аль Салим Шабин описал рецепт саранчи из Марокко. Европейские путешественники XIX века наблюдали за арабами в Аравии, Египте и Марокко, которые продавали, готовили и ели саранчу. Они сообщили, что в Египте и Палестине саранча была уничтожена. Они сообщили также, что в Палестине, вокруг реки Иордан, в Египте и Аравии, в Марокко, арабы ели саранчу, а сирийские крестьяне не ели саранчу. В регионе Хауран, Ферлахи, которые были в бедности и страдали от голода, ели саранчу после удаления кишок и головы, в то время как саранча проглатывалась оптом бедуинами. Сирийцы, копты, греки, армяне и другие христиане и сами арабы сообщали, что в Аравии саранчу часто употребляли в пищу, и один араб рассказал европейскому путешественнику о различных типах саранчи, которые арабы предпочитали в качестве еды. Саранча дает примерно в 5 раз больше пищевого белка на единицу корма, чем крупный рогатый скот, а в процессе вырабатывают более низкие уровни парниковых газов. Коэффициент конверсии корма у артоптиранов составляет 1,7 кг, в то время как для говядины он обычно составляет около 10 кг. Содержание белка в свежем весе составляет 13-28 г на 100 г для взрослой саранчи и 14-18 г на 100 г для личинок по сравнению с 19-26 г на 100 г для говядины. Рассчитанный коэффициент эффективности белка является низким, с 1,69 г для саранчи белка по сравнению с 2,5 г для стандартного козеина. Порция из 100 г пустынной саранчи дает 11,5 г жира, 53,5% которого насыщены 286 мг холестерина. Среди жирных кислот пальмитиленовая, олеиновая и ленолеиновые кислоты оказались наиболее распространенными. Присутствует различное количество калия, натрия, фосфора, кальция, магний, железа и цинка. На Западе люди не привыкли есть насекомых, вообще и саранчу в частности. Там бытует мнение, что насекомая пища дикарей и голодающих, и популяризации нового продукта оно не способствует. Кроме того, многие испытывают брезгливость к насекомым. Специалисты даже знают, когда она развивается в возрасте от 2 до 5 лет, хотя есть люди, готовые попробовать что угодно, особенно мужчины. И в некоторых странах их постепенно к этому приучают. Саранча в разных видах подается в специализированных магазинах. Блюда из нее могут предложить даже в ресторане. А зачем же нам есть саранчу? Для сохранения окружающей среды. Пастбище занимает слишком много места, и его скоро не будет хватать. Животноводство производит более 14% всех парниковых газов, в том числе 59% сельскохозяйственного аммиака. А саранча и парниковых газов почти не выделяет, и места занимает мало. Ее можно разводить в компактном помещении, и растет саранча быстрее. Чтобы получить 1 кг животного белка, который нужно скормить 8 кг растительности, а саранче потребуется только 2 кг. Поедание саранчи – лучший способ борьбы с ней. Такую мысль высказал еще в 1885 году британский энтомолог Винсент Холт в брошюре «Почему не едят насекомых». Он отмечал отсутствие принципиальной разницы между саранчой и омаром. Недаром английское «лакост» происходит от «лакоста», что на народной латыни означает и саранчу, и лобстера. Более того, омаров ловят на падаль, а саранча ест чистую зелень, что гораздо гигиеничнее. Винсента Холта можно считать первым европейским энтомофагом, но тогда его идеи не нашли понимания. Зато сейчас о них вспомнили, и даже появилось научное издание «Журнал о насекомых как еде и корме». Потому что саранчу уже выращивают на корм животным и рыбам. Чем полезна саранча? Питательность акрит зависит от вида и пола насекомого, его рациона и состояния окружающей среды, где обитает данный вид. Насекомых разводят ради белка. В личинках перелетной саранчи его 14 и 18%, во взрослых насекомых 13-28%. В саранчовой муке его доля достигает 78%. Это больше, чем в муке из сверчков. Качество белка сопоставимо с традиционным мясом. Калорийность перелетной саранчи составляет 143-195 килокалорий на 100 грамм сырого веса. Австралийской саранчи – 499 калорий. Жира в теле саранчи по разным данным от 5 до 21%, причем в его составе много незаменимых поленасыщенных линолевой и линоленовой кислоты. Они полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях. Английская пресса время от времени пишет о молодом человеке по имени Питер Биккертон. Сейчас ему 24 года, а с 19 лет он ест насекомых. Члены его семьи предрасположены к инфарктам и инсультам, от которых умирают в молодом возрасте. А у живых родственников, в том числе и у матери Питера, аномально высокий уровень холестерина. Врачи рекомендовали Биккертону позаботиться о собственном холестерине, и он, поразмыслив, стал есть насекомых, добавляя их в привычные продукты. Его любимое блюдо – овсяная каша и пицца с акридами. Питер уверяет, что такая еда ему нравится, и он никогда не чувствовал себя лучше. Питательная ценность саранчи, энергетическая ценность саранчи, также имеет высокое значение. Саранча содержит натрий, калий, кальций, фосфор, джерезо, марганец, цинк – 8,4 мг на 100 г сухого веса. Немного медий и марганца, железо порядочно – от 8 до 20 мг на 100 г сухого веса. В таком же количестве горядины его всего 6 мг. Акриды, богаты и кальцием, его 300 мг на 100 г, а в цельном молоке – 920 мг. О содержании витаминов известно мало, но, скорее всего, присутствуют тиамин и рибофлавин. Так что же делать? Собирать саранчу или разводить ее? Саранча, собравшаяся в стаю, легкая добыча. Ее ловят сетями, собирают ранним утром, когда еще холодно, и насекомые малоподвижны. Акриды не заражены бактериями, опасными для человека. Казалось бы, бери, даешь. Однако фермеры опрыскивают посевы пестицидами, а насекомые их накапливают, и человек, съевший много дикой саранчи, может отравиться пестицидами. Постепенно ситуация меняется. Саранча популярна в Азии, она дорого стоит. 35 штук продаются в европейских интернет-магазинах за 9,99 евро. И теперь некоторые тайские фермеры выращивают кукурузу на прокорм, не себе, а саранче. Но все же содержание пестицидов в диких насекомых трудно контролировать. Безопаснее разводить акрид на специальных фермах в закрытых помещениях, где они едят растения, выращенные без химикатов. Заодно не придется ждать нашествия саранчи, чтобы ею полакомиться. Существуют фермы, которые выращивают насекомых на корм скоту. Некоторые установили специальные линии для производства пищевых насекомых для человека. Фермы по разведению пищевой саранчи также появились в Европе. Насекомых можно считать едой, если они выращены специально для этой цели в хороших условиях. Свободны от грязи, токсинов и патогенов. Аккуратно расфасованы и бережно транспортированы. Разумеется, упаковка должна быть снабжена этикеткой с подробной информацией о пищевом продукте, включая латинское название. Саранчу растят без химикатов, дают день поголодать, чтобы очистить кишечник. Затем подвергают сублимационной сушке. Упаковывают и продают в специализированных магазинах. В таком виде насекомых можно хранить год в сухом и прохладном месте. При этом питательная ценность продукта сохраняется, так же как и способность впитывать воду. Что можно приготовить из акрит? Саранчу высушивают целиком или делают из насекомых муку, которую добавляют в настоящую муку и другие продукты, чтобы повысить содержание белка. Однако вкус и запах у нее своеобразные и довольно ощутимые. Поэтому в сладкие печенья саранчевую муку лучше не добавлять. Свежих насекомых чаще всего варят, жарят в масле или коптят. Саранчу легко готовить, она не нуждается в особых приправах. Чем опасно потребление саранчи? Помимо риска отравиться пестицидами, любителей акрит подстерегают две опасности. Первая – аллергическая реакция. Люди с аллергией на пылевых клещей и ракообразных, скорее всего, и белки саранчи переносят плохо. В качестве аллергена могут выступать аргеникиназа – белок, общий у креветок и прямокрылых, а также энолаза – гексамирин и некоторые другие. Уже зафиксированы случай пищевой аллергии на некоторые виды саранчи. Вторая опасность – поедание саранчи с ногами и крыльями. Их непременно надо удалять. О чем предупреждает этикетка на правильной упаковке. Шипастые задние ноги акрит застревают в кишечнике и вызывают запор. Причем извлечь их оттуда можно только хирургическим путем. Если же не соблюдать этого правила, любителя акрит может постичь участь обезьян, умерших во время нашествия саранчи. Скрытие показало, что животные просто объедались и закупоривали свой кишечник задними ногами насекомых, отчего и скончались. Если вам посчастливится поймать саранчу. Что можно приготовить, разжившись акридами? Прежде всего – шашлычок на пикничок. Очистим насекомых, оставив только мягкие брюшки. Посадим на шампурчики и обжарим над углями до золотистого цвета. А можно этих акрид, лучше самок, разрезать вдоль брюшка, разложить внутрь арахис и в таком виде обжарить на горячей сковороде в небольшом количестве масла, посолить по вкусу. Следите, чтобы лакомство не подгорело. Акриды вряд ли заменят кусок свинины или говядины, но как закуска, деликатес или добавка к основному блюду вполне годятся.